Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Начнем с сообщения, которого территория опережающего развития ждала практически с самого начала этого года. Надежды и чаяния обретают реальные экономические формы. У города появился первый потенциальный резидент Тосар. Это маслозавод в селе Маячный. Предприятие имеет достаточно амбициозные планы и в части обеспечения территории продукции, и в плане создания новых рабочих мест. Кумертауская территория, опережающая социально-экономическое развитие, в ближайшее время может обзавестись первым резидентом. Это общество с ограниченной ответственностью «Элеватор». Предприятие уже реализует проект по строительству маслоэкстракционного завода. 21 марта рабочая группа рассмотрела заявку резидента. У нас первый резидент, он, скажем, уникальный. Вложение инвестиций, несмотря на то, что уже вложено более 4 миллиардов рублей, в этом году будет вложено 500 миллионов рублей. И количество рабочих мест, он создаст более 135 рабочих мест. То есть мы перевыполняем все установленные планки. По окончанию строительства маслозавода предприятие создаст 520 новых рабочих мест со средней заработной платой в 23 тысячи рублей. Кроме этого увеличатся объемы производства. С мая месяца мы в два раза будем производительность увеличивать. Продукции будет сейчас, если 250 тонн, в среднем в месяц, в сутки данной месяца мы вырабатываем. С мая месяца будем 500 тонн продукции. Это подсолнечное масло и широт. То есть в два раза увеличиваем. А в октябре 2017 года уже выходим на проектную мощность. Будем перерабатывать 1000 тонн в сутки по подсолнечнику. Инвестиционный проект является и социально значимым для города. Он способствует созданию новых рабочих мест. Проект не только способствует социально-экономическому развитию городского округа. Он также направлен на диверсификацию экономики. Сегодня мы уже видим, как это предприятие нам уже дает реальное дело в деле диверсификации экономики. И мы уже смотрим, что объем производства по маслозаводу намного больше, чем по нашему градообразующему предприятию. И в перспективе эти объемы будут практически в два раза больше, чем давал нам когда-то наш авиационный завод. Заявка резидента была одобрена. Теперь пакет документов будет передан в Министерство экономического развития Башкортостана. И в случае положительного решения общество с ограниченной ответственностью «Элеватор» станет официально в нашем городе первым резидентом Тосер. Кумердауский военкомат проверили на предмет готовности к мобилизации граждан. С этой целью в город прибыл проверяющий из Генштаба. Насколько город оказался готов к проверке, знает мой коллега Амир Кедрасов. Сегодня в 8.00 военному комиссариату объявлена тревога. Вам необходимо срочно приступить к развертыванию штаба оповещения и пункта сбора граждан, прибывающих в запасе, приписанных командой и партией. Условно. Вопросов нет? Так начались сегодня учения по мобилизационному развертыванию. После получения специальной команды Кумертауский военкомат перешел на особый режим несения службы. Учения условные, без привлечения мобилизационного резерва, но с проверкой основных сил и средств. Пункт управления, участки оповещения и пункт предварительного сбора граждан подверглись проверке. Каждые 30 минут начальник участка оповещения докладывает в группу контроля о сборе личного состава. После того, как личный состав соберется, начальник участка оповещения раздает личному составу документы, имущество и проводит инструктаж о порядке оповещения. В миру директор школы, а на случай военного времени начальник участка оповещения Альфия Карепина обязанности знает наизусть. И это не случайно. Работа в Кумертау по мобилизационной подготовке поставлена на должном уровне. Именно поэтому Кумертауский военкомат в числе лучших в регионе. В свою очередь, республиканский военкомат занял первое место в военном округе по мобилизационному развертыванию. И сегодняшняя проверка не случайная, проверяющая прибыли в наш город по случаю проведения заключительного этапа смотр-конкурса на лучшую базу моб развертывания субъектов Российской Федерации. База развернута, документы исполнены. Самое главное, на что обратил внимание, это должностные лица знают свои функциональные обязанности и четко их выполняют. Очень хорошее впечатление, люди готовились, приятно видеть. Итоги проверки будут подведены позже, когда остальные проверяющие закончат работу в других военкоматах. Амир Кедрасов, Владимир Кузьмин. Новости. Продолжим новостью из несколько другой сферы, можно сказать, даже научной. Продолжается сотрудничество педагогического университета имени Акмулы с Кумертаусским управлением образования. Например, преподаватели БГПУ проводят различные семинары для учителей. На днях такой тренинг-семинар для учителей русского языка и литературы прошел в первой гимназии. 20 марта на базе первой гимназии для учителей по русскому языку и литературе состоялся семинар, в котором приняли участие более 40 учителей города и Кургазинского района. Привело занятие заведующей кафедрой русского языка и литературы педагогического университета имени Акмулы Валентина Борисова. Тема семинара – перспективные модели государственной итоговой аттестации. Обсуждались две перспективные модели. Первая модель связана с сурсной частью, так называемой главы, не в ОГЭ по русскому языку. А вторая перспективная модель – это ЕГЭ по литературе. И обе эти модели, по-моему, мы, изменившиеся, будут объединиться в следующих учебных годах. Учитель перестает быть учителем, когда перестает учиться. Для этого в гимназии номер один регулярно проводятся различные семинары для преподавателей. Ведь взаимодействие их с учениками играет ключевую роль в образовательном процессе. Современный учитель поставлен в достаточно сложные и трудные рамки. Современные дети – это не те дети, которые были пять лет тому назад, даже два года тому назад. Это дети, которым важно увидеть, не просто услышать грамотную речь учителя на уроке, но важно увидеть, важно прочувствовать. Тренинг проходил в течение шести часов. И те знания, которые учителя города и района получили на семинаре, передадутся ученикам восьмых и десятых классов, чтобы уже в следующем году школьники были более подготовлены к итоговой аттестации. Прыжки в длину, подтягивания, стрельба из лазерного оружия. Свои силы в этих дисциплинах кумертаусцы опробовали в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. Степень готовности горожан трудиться и обороняться оценивал в том числе корреспондент Константин Меркушев. Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» проводится в России уже третий год. Это возрождение программы по физическому воспитанию населения страны. Она нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации. 19 марта физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» принял очередной этап сдачи нормативов ГТО. В этот день порядка 200 человек проверили свои спортивные качества. Сегодня мы продолжаем, согласно нашему плану, муниципального центра тестирования, принятие контрольных нормативов, испытаний Всероссийского комплекса ГТО. Как известно, сейчас перешли уже на третий этап внедрения этого конкурса. То есть мы принимаем контроль нормативы как у школьников, студентов, так и у взрослого населения. Если взрослый сдает ГТО для получения знака отличия, то многие одиннадцатиклассники принимают участие в этом спортивном фестивале для того, чтобы получить дополнительные баллы на вступительных экзаменах в университет. Но чтобы хорошо выполнить нормативы, нужна хорошая физическая подготовка. Многие вузы нашей страны дают дополнительные баллы при поступлении от 1 до 10. И многим студентам, будущим студентам-абитурентам, где-то это достаточно хорошее подспорье. И я считаю, если ты здоров, нету никаких отклонений физических, то просто грех не прийти и не воспользоваться дополнительно этим шансом. Ульяна Кузьмина собирается поступать в медицинский институт. И отличная сдача норм ГТО позволит ей получить дополнительные баллы. Я считаю, что каждый балл очень ценен для нас. И в каждом вузе дают по-разному. То есть в каком-то вузе я могу дать всего один балл, в каком-то целых пять. Так что я думаю, что это большое преимущество. В твоем случае, вы только один балл не баллы? Все равно, даже если будет какой-то рейтинг среди учеников, и я на один балл буду кого-то выше, меня возьмут, а того нет. Один балл, я считаю, очень много. А вот старшеклассница Агата дополнительные баллы за сдачу ГТО получить не сможет, так как за золотую медаль ей уже полагается 10 баллов. Но школьницу это не останавливает. Это зависит от того, насколько вы спортивны, насколько вы любите спорт, и вообще нужно ли вам это. Вот, например, мне для поступления в университет это в принципе не нужно, но я же сдаю. Сдача норматив ГТО – дело добровольное. Многие, кто зарегистрировался, пришли подготовленными. Поэтому знак ГТО, конечно, получит только самые сильнейшие. Впереди у ребят еще плавание и легкая атлетика. Завершим выпуск сладкой новостью. Расскажи стихотворение «Получи шоколад». Так в Центральной городской библиотеке отметили Всемирный день поэзии. Акция прошла в центре города, посетила ее и наша съемочная группа. 21 марта весь цивилизованный мир отмечает День поэзии. Учрежденный ЮНЕСКО праздник напоминает людям об этом великом и простом, полном тайны, открытом для каждого искусстве. Празднование этого дня в России говорит о том, что интерес к поэзии в нашей стране все еще не ослабел. В российской культуре поэзия традиционно играет серьезную роль. В пушистых ветках снежную каймой Распустились кисти белой похромой И стоит береза в сонной тишине И горят снежинки в золотом огне А заря лениво, проводя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Необычное мероприятие было приурочено ко Всемирному дню поэзии. Таким образом, сотрудники Центральной городской библиотеки решили напомнить жителям города об этом празднике. Подобную акцию библиотека проводит ежегодно. Основная цель – приобщить людей к поэтическому искусству. Подобные акции мы проводим ежегодно. И у нас уже стала традицией Всемирный день поэзии отмечать вот таким образом. Выходить на улицы города и радовать жителей. И приобщать их к чтению, к поэзии. Грожане читали наизусть любимые стихи, узнавали по фотографиям знаменитых поэтов и получали за это сладкие призы. В акции участвовали как юные, так и взрослые помертаусцы. Это же для народа писали. Такие одаренные люди были. Очень положительные. Хорошо, что они были, существовали. Это ведь разы... Сейчас вот у детей спросить, они никто про них ничего не знает. Ну, я очень хорошо отношусь с поэзией. Сейчас уже, может быть, у меня немножко другие... Ну, пристрастия, скажем, это по молодости, конечно, мы... У нас другие были. Мы там и Пушкина, вот эти у нас... Лирика вот эта наша была совсем... Есенин, да, да, да. Ну, а почему шоколад дают, как думаете? Наверное, связано с работой мозга. Наверное, так, да, сладкое способствует все-таки, чтобы наши эти клетки какие-то там не замирали, а все-таки работали. Акция «Поэзия в шоколаде» вряд ли оставила равнодушными кумертаусцев, принявших в ней участие. Ни один человек не стал отказываться и вспомнил хотя бы несколько стихотворных строк. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин